Я пришла в Ушаталу и взяла вот такую шапочку, только в молочном цвете. Вообще, мне на самом деле не идут шапки, но я решила рискнуть. Если понравится, куплю и в других цветах. Может быть в черном тоже неплохо смотрится, и в цвете хаки тоже мерила. И так, мы переехали в Севкабель. В Севкабеле я впервые, собственно. И сейчас будет суперзнакомство, он уже готовится. Так, опа, кто это? А я в Севкабеле уже не в первый раз. Так, нет, жди, ты? Кто? Саша. Саша. С Сашей мы познакомились год назад, но встретились впервые только что. Надо что-то сказать. Я просто рад, что мы наконец-то встретились, потому что все ситуации нас просто пытались раскинуть по разным городам, но мы справились, и мы увиделись, и мы вообще будем сегодня гулять, пить вино. Как я уже рассказывала в прошлом влоге, я в поисках подходящей оправы, поэтому решила заглянуть в пространство Радиус. Это новый бренд очков из Санкт-Петербурга, выпускающий модные бюджетные оправы собственного дизайна. И, безусловно, я не смогла устоять перед этим эффектным интерьером в розовых тонах. Прости, который я не хотела. Да. Прости, который я не хотела. Серьезно, нет? Вообще нет. Вообще? Вообще мимо. Ну вот честно, если. Ну как так, я за ними сюда ехала. Да, за ними? Ну спроси вот у девушек, потому что, может, я ошибаюсь. Нет. Ну я могу что-то. Может, я не? Саша, ну вот они... Нет, я хочу, чтобы ты выбывал. Да, да, да. Вот эти получше. Да, да, да. Ну, то есть, вот чем ярче, тем мне больше нравится. Чем они светлее, тем круче. Потому что ты в тех вообще темная выбила. Ты же сама по себе такая светленькая, у тебя нет этих темных бровей. Вот. А эти круче. Нет, вот эти мне нравятся. Да. Вот прям без шуток. Видите, да, прикольные. Вот. А тут у меня уже все заклеймило. Вот они, вот они твои первые хейтеры. С тобой ходят, снимают. Какая тебе вот по душе? Ну, а тут у меня не по душе, но... Гарри Поттер? Я не сделал домашнее задание, извините. Я, кстати, надеваю чуть-чуть, и все говорили, типа, во-первых, тебе не идет, во-вторых, похоже, ты учитель. Сразу же. Сейчас все стопчики, я в... С 11 до 14 лет носил очки. Каждый день, это всегда. Угу. Мне только присесть надо. Всем привет. Выбери мне очки тогда, которые будут, на твой взгляд. Все очки? Да. А надень мои очки. Ты не кажется, что они узковаты? Ну, чуть-чуть. И мне не хватает шрама на лбу. Опять ты плюс своего Гарри Поттера. Да и похоже. Даже, кстати. У Гарри Поттера не было бороды. Они какие-то все маленькие такие, нет? Ну, а в этом их специфика. Этого магазина или в целом они такие сети? Обычно же не такие у них. Мне кажется, это в магазине. Ой, что за байкер? Что за мужчина? Господи, Саша. Ну, пожалуйста. Да, мы уже знакомы, ладно. Пожалуйста. Валюха, это ты не представляешь. Так что меня тоже будет. Не, ну белыми вообще идут. Боюсь, не сбить бы что-нибудь. Мне нравится пучок. Мне нравится, когда выглядишь с пучком. Типичная питерская девчонка. Извязательная. Сахжу 10-й автобус. Сивкабельпорт – это проект преобразования исторического серого пояса гавани Петербурга в общественное культурно-деловое пространство. Он открылся в сентябре 2018 года и продолжает развиваться по сей день. Ориентированным для развития проекта послужил успешный опыт европейского освоения бывших промышленных зон в Хельсинки, Амстердаме, Стокгольме, где на месте верфи, фабрик и складов открылись современные городские пространства, которые гармонично сочетают исторический, архитектурный и социальный контекст. Здесь есть бюро, мастерские и офисы, выставочные концертные залы, шоурумы, рестораны и бары. Также в этом пространстве проходят образовательные программы, различные маркеты, гастрономические и музыкальные фестивали. И главной точкой притяжения, безусловно, является пешеходная набережная с прекрасным видом на Финский залив, мост ЗСД и морской вокзал. Малюха стоит, все там прикрашивается. Мы тут уже прошлись, не знаю, это просто что-то нереально. Если бы я могла плакать, наверное, я бы сейчас заплакала. А ты не можешь, да, плакать? Ну, что-то пока слез нет, знаешь, когда накопится уже. Ты просто не веришь своим глазам, что ты вот тут реально... Очень красиво. И еще у меня такая проблема, что я обычно не знаю, громко я говорю, и типа будет там слышно. Чем громче говоришь, всегда тем лучше. Логичные вещи говоришь. Ну, слушай, иногда сложно себя заставить громко говорить, когда люди вокруг, а ты заставляешь... Я и так смущаюсь, когда снимаю вот так вот. А я тебя снимаю, не смущайся. Я же не смущаюсь, такой бородой ходить. И ты не смущайся, как я уже говорю. Самая ирония, плюс 10. Все приходит с опытом и с временем. Мне тоже надо будет красивая борода, а ты уже будешь миллионником. Да? Ну, не знаю. Да мне хватит и 5 человек. Ну да, они же тебе бабки приносили. На 5 человек? Люди, когда... Не обязательно. Не бойся, все нормально. А, ступеньки. Хочешь, хотела бы уплыть на вот том корабле? Или что, это баржа, я не знаю. Нет, хотела бы на яхте. На яхте? Не сделала бы что-то. Я не удивлен. Я могу так бесконечно снимать, это очень красиво. Желание закатал. Да? Вернуться сюда через 2 года. Другой. Ну, тоже с этим связанным. Да. Сейчас мы с Сашей идем по набережной. Да. К набережной. Там прогуляемся, посмотрим. На мосты посмотрим, потом поедем покушаем. Да, и вот мы поедем кушать в Токио. Саша хочет меня накормить в Токио. Я подожду самое вкусное блюдо. Да. И я так поняла, алкоголь. Ну, даже без него. Мама, ты этого не слышала. Саша, уже скорее кушать надо. Ну блин, чем больше мы про это говорим, тем быстрее хочется кушать. Так, не знаю, сколько уже время. Наверное, час без двадцати два. Все, жду Аню. Сегодня у нас холодно. Собирались поехать с ребятами на Дива остров, покататься на аттракционах, но по множеству причин не получается, к сожалению. Вот, плюс еще пошел дождик, а я все жду Аню. Аня, может мы соберемся уже и пойдем? Мы идем, мы идем, мы идем. Ты готова, ты готова? Мы идем, мы идем. Да, сейчас вопрос не сделаем. Ура, мы пойдем. Ура. Я поняла, как мне нужно держать камеру. Да, спасибо. Короче, поняла, как нужно держать камеру, чтобы, ну ладно, рука трясется, она и будет трястись, но не могла выбрать для себя нормальный ракурс, либо снимать правой рукой, либо снимать левой рукой, причем меняла вообще телефон, то есть ее крутила, вертела. Сейчас более-менее поняла, это не совсем удобно, но как есть. Ты все равно в маске. Молодец. Мы вышли. В итоге я ждала Аню. Аня мне вдруг сказала, что куда идти, там такая плохая погода. В общем, мы остались дома убираться. Немножко поубирались, и нужно съездить по делам. Я сейчас упадет в портфель. Ну и мы сроким. Выбор. Спасибо. Что? Капец, там ветер сильный. Блин, реально. Я заколала где этот мусор. Тут такая система. И ниппель. Извините, я в уфе живу, я не знаю, как это все делается. У меня просто, как называется в подъезде? Мусоропровод? Мусоропровод, да. Нереально. Сегодня мы готовим пиццу. Мы никуда не пошли. Мы должны были поехать на Диву остров, кататься на аттракционах, но сильный ветер. Мы решили... Мы решили сделать домашнюю пиццу и поиграть в игры. Так, вот что у нас получилось. Сейчас попробуем на вкус. В общем, сегодня мы с Аней ходим по магазинам. Мы на пути к моему любимому магазину в Санкт-Петербурге. Это газон. У меня очень часто в инстаграме можно увидеть отметки их одежды. Но мы решили... Мы сначала зашли в галерею и купила себе в Заре джинсы черные. И мы решили перекусить по дороге. Да, обычные, дефолтные, как любит говорить Аня, джинсы. Сейчас вот тут. Вот. И зашли в мою любимую... Она же булочную, да? В булочную Вольчик. Просто обожаю всем сердцем. И сегодня мой, по-моему, шестой или седьмой день нахождения в Питере. Я сегодня только в первый раз сюда зашла. Но, думаю, не последний. Это точно. Я люблю здесь заказывать пирог с курицей и грибами, и таблет швитар, чай. И очень мне нравится здесь морковный. Уже купила себе сегодня вторые джинсы черные. Тут из Зары. Тут из газон. ДБ-2, я перепутала сердечки с печеном. Они, в общем-то, готовят сегодня сердечки. Я ей так чуть-чуть включить плиту. Я ей чуть-чуть помогла. Нарезала морковку, лук и гречку промыла, потому что сердечки будут с гречки. Вау, блин, это редисочка. Я так давно не ела редиску. У меня редиска ассоциируется с папой. Папа любил редиску. А что, в итоге триллер смотрим? Давайте что-нибудь, что смотрят прям все. А, не снимаю. Прости, пожалуйста. У меня две пары в субботу. У меня я об этом мечтаю. Не зря бы там дичек сняли, верно? Приятного аппетита. За это спасибо. Хочу. За полезнее. Все искусство левитровое. Папа любит. Папа любит. В рамках своего культурного просвещения я также решила заглянуть в Аппонт Руж, который расположился в здании торгового дома Эстерс из Хейфальс 1907 года постройки. Это универмаг, в просторных интерьерах которого расположились магазины разной ценовой категории российских и зарубежных дизайнеров, также уютные кафе, корнеры именитых часовых брендов, таких как Ракета и Ника, сувениров, предметов интерьера, парфюмерии и косметики. В общем, если вы хотите познакомиться с творениями именитых дизайнеров и перспективных новичков мира моды, то я смело могу посоветовать Аппонт Руж к посещению. После универмага я решила немного прогуляться по пасмурному Петербургу и зайти в уютную кофейню, чтобы скоротать время до вечерней встречи и за пиццей с моей подругой Владой. «Мама, я в телевизоре!» Опять! Знаете, что я вам хочу сказать? В прошлый раз мы пили пиво. В этот раз она немножко не отличилась, она также не очень. Но тогда она пахла резиной какой-то, ржавчиной и квасом. Сейчас просто рэ. И поэтому ты пьешь? А что делать? Бабки-то заплачные. В общем, тут как-бы гербарий, Аня разберет. Дереша надевается в магазин с газетками. Это у нас что? Я уже забыла, понимаешь? Физалис? Физалис, да. Люди, наверное, в большинстве о своем не замечают, как проходит мимо вот такой красоты. И мне кажется, это очень полезное задание в университете. Аня у нас учится на ландшафтного архитектора. И мне кажется, это безумно круто делать в гербарии, хотя и очень заморочено. Так, а это у нас... Что это у нас? Капуста. Капуста. Декоративная. Она съедобная. Ну, я сначала спросила, когда увидела у Ани, можно ли ее есть, она сказала нет. Но потом прочитала, что она оказывается съедобная. Очень красивая. Сегодня у нас вышло солнце. Все так же ветрено. Ну, как бы средне на самом деле. Я должна встретиться со своей подругой, которая живет в Питере. Но почему-то у нас так бывает, что она обычно выезжает в то время, когда я приезжаю. Дальше мы поедем на Василе Островский рынок. Я хочу там попробовать полы. Вот. А потом, наверное, будем гулять. Это вот Алина. Я уже говорила, что мы здесь собираемся. Короче, мы с ней встретились. Блин, я опять надеюсь, что меня слышно. И мы уже на Вашке идем на Василия Островский рынок кушать. Идем кушать. Да, это самая приятная часть сегодняшней прогулки, мне кажется, будет. Мы только там будем сидеть? Там есть флоригоник внутри. На улице можно посидеть. В общем, заказали. У меня это, по-моему, Б-2. Рис и тунец. Был такой огромный на самом деле. Потом заказала себе фотосинтез, шпинат, киви, яблоко. У нее была гормона С. А у Алины, я не знаю, какой-то, а волос с тыквой и с чем-то еще. И с нутом. А, и с нутом. И у нее камбуча. Вот так вот мы сегодня пообедаем, циропом ужинаем. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было интересно провести это время со мной. И до скорых встреч!